За три четверти века китайско-российские отношения переживали взлеты и падения. Однако в критические моменты лидеры двух стран всегда проявляли дальновидность и умение смотреть на ситуацию со стратегической точки зрения, присущая лидерам крупных государств. Под их стратегическим руководством китайско-российские отношения стали более зрелыми, крепкими, стабильными и глубокими. Обе стороны считают друг друга приоритетными партнерами, придерживаются духа добрососедства и постоянной дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы вывести отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новую историческую высоту, создать образец взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия крупных соседних стран. Преодолев множество испытаний, китайско-российская дружба стала крепче. Китайский народ никогда не забудет, что уже на следующий день после основания нового Китая Советский Союз стал первой страной, установившей с Китаем дипломатические отношения, а также предоставил Китаю в начале этого пути огромную поддержку. В те времена советское правительство помогло Китаю в строительстве 156 объектов и направило работать в Китай более 20 тысяч специалистов, что помогло в создании промышленной системы в Китае и заложило основу для индустриализации. Китайско-российские отношения продолжают улучшаться и модернизироваться. Они идут в ногу со временем и стремительно развиваются от стратегического партнерства, ориентированного на 21 века, основанного на равенстве и взаимном доверии, до всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а после до всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Двусторонние отношения сохраняют высокий уровень развития и постоянно достигают новых высот. У двух стран есть разветвленная система механизмов сотрудничества на всех уровнях. При личной поддержке глав государств, правительства Китая и России, политические партии и парламенты создали механизмы сотрудничества, охватывающие такие сферы, как инвестиции, энергетика, гуманитарные науки, региональное взаимодействие, которые позволяют создать прочную базу для высокоэффективного развития практического сотрудничества. Практическое сотрудничество в разных областях находится на подъеме. Страны продвигают взаимодействия как в традиционных областях, таких как торговля и экономика, инвестиции, сельское хозяйство, энергетика, так и в новых сферах, таких как цифровая экономика, биомедицина и зеленое развитие. Они постоянно находят новые драйверы роста и повышают качество и эффективность сотрудничества. В 2023 объем торговли между двумя странами превысил 240 миллиардов долларов. Увеличившись в 48 раз по сравнению с началом 1990-х. Китай уже 14 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером России. А Россия стала для Китая крупнейшим источником импорта нефти, природного газа и электроэнергии. А также крупнейшим направлением для экспорта автомобилей. Популярность и узнаваемость китайских брендов мобильных телефонов, бытовой техники, строительной техники и так далее на российском рынке продолжают расти. Среди китайских потребителей популярностью пользуются продукты из России, в том числе говядина, икра, шоколад, мороженое и конфеты. Культурно-гуманитарные обмены между двумя странами очень разнообразны. Бурно развивается сотрудничество в образовании, культуре, науке и технике, здравоохранении, спорте, туризме, СМИ, в таких сферах, как кино и архивы, молодежные и другие гуманитарные обмены. Все это позволяет укрепить взаимодействие между людьми и обмен опытом между цивилизациями. Играет важную роль в передаче традиционной дружбы из поколения в поколение и углублении взаимопонимания между народами двух стран. Китай и Россию можно назвать пионерами в проведении тематических годов, годов стран друг друга, годов китайского и русского языка, туризма, молодежных обменов, годов СМИ, науки и техники, годов спорта и годов культуры. Это помогает развитию межличностных контактов и значительно обогащает китайско-российское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху. Большую ценность имеет стратегическое взаимодействие Китая и России. Две страны являются постоянными членами Совета безопасности ООН и важными странами с формирующимися рынками. Благодаря личным усилиям глав двух государств поддерживается тесная стратегическая координация, постоянно расширяется взаимовыгодное сотрудничество. Стороны твердо поддерживают международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве. Продвигают многополярность, основанную на равноправии и порядке, демократизацию международных отношений. Противостоят гегемонизму, политике силы, односторонним санкциям и созданию искусственных разграничительных линий. Они создают новую парадигму отношений между крупными соседними странами, а также прилагают свои усилия и делятся мудростью для формирования более справедливого мира. В этом году Россия председательствует в БРИКС, а Китаю уже перешло председательство в ШОС. Стороны продолжат прилагать усилия для формирования более справедливого международного порядка, для того чтобы в глобальном управлении наступило время глобального юга.